Медиа-группа «Авангард» представляет Добрый день, уважаемые коллеги! Вашему вниманию представляется доклад «Основы организации инфраструктуры удаленной электронной подписи для обеспечения доверенных отношений в цифровом мире». Следуя тенденциям экономического развития, Российская Федерация уделяет значительное внимание совершенствованию цифровых технологий. Так, одной из основных задач Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» является создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей обработку и хранение больших объемов данных, доступных для всех граждан и организаций. Реализация указанной выше задач Национальной программы в контексте необходимости внедрения цифровых технологий, платформенных решений в сферы государственного управления, оказания государственных услуг, подразумевает формирование глобальной доверенной среды, в рамках которой удаленные субъекты смогут осуществлять безопасное телекоммуникационное взаимодействие. Понятие доверенной среды многогранное и в значительной степени масштабируемо, поэтому одним из основных аспектов, связанных с обменом электронными документами, является обеспечение их целостности, достоверности и невозможности отказа от авторства и ряда других свойств, позволяющих использование таких данных для совершения юридически значимых действий или построения распределенных систем идентификации и аутентификации. В соответствии с тематикой конференции мы продолжим обсуждать правовые, организационные и технические вопросы регулирования отношений в области использования электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, оказания государственных и муниципальных услуг. В последнее время особый интерес прикован к такой технологии, как облачная электронная подпись. По мнению некоторых специалистов, указанная технология должна качественным образом усовершенствовать процесс построения доверенных отношений между субъектами путем подписания электронных документов. По нашему мнению, столь важная функция должна быть организована прежде всего построением доверенной среды для самой облачно-электронной подписи. Необходимо отметить, что текущее законодательство не использует термин «облачно-электронная подпись» и его использование, по нашему мнению, может вести не специалистов в некоторое замешательство. В дальнейшем и мы его не будем использовать. Будем использовать термин «удаленная электронная подпись» или «дистанционная». На основании текущее законодательство можно предложить следующее определение для термина «инфраструктура удаленной электронной подписи». То есть это совокупность правовых, организационных и технических условий, обеспечивающих защищенное хранение квалифицированной электронной подписи, автоматическое создание таких подписей с их использованием по поручению соответствующих владельцев. Аутентификацию владельцев квалифицированных сертификатов, по поручению которых аккредитованный удостоверяющий центр создает и проверяет квалифицированную электронную подпись. Защиту информации, передаваемой по каналам взаимодействия между владельцами квалифицированного сертификата и аккредитованным удостоверяющим центром, осуществляющим создание и проверку квалифицированной электронной подписи по поручению такого владельца. Доказательство невозможности отказа владельца квалифицированного сертификата от поручения на создание квалифицированной электронной подписи. Безопасное практическое применение квалифицированной электронной подписи, создаваемой аккредитованным удостоверяющим центром по поручению соответствующих владельцев квалифицированных сертификатов, для реализации прикладных функций бизнес-процессов. 1. Информирование владельца квалифицированного сертификата об использовании его ключа электронной подписи и предоставление по требованию владельца квалифицированного сертификата истории использования указанного ключа. Правовые основы инфраструктуры удаленной электронной подписи содержатся в новой редакции Федерального законодательства об электронной подписи. В соответствии с ним удаленная электронная подпись должна реализовываться аккредитованным удостоверяющим центром, получившим аккредитацию в соответствии с требованиями законодательства, а также удостоверяющими центрами налоговых органов Федерального казначейства и Центрального банка. При этом такие удостоверяющие центры должны иметь в собственности и применять средства, имеющие подтверждение соответствия требований, установленных Федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. В настоящее время завершается работа над такими требованиями. Вместе с тем, одним из условий утверждения данных требований является установление перечня угроз безопасности актуальных при идентификации заявителей в аккредитованном удостоверяющем центре при выдаче квалифицированного сертификата без его личного присутствия, а также при хранении и использовании ключа электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре. Работа над таким перечнем осуществляется коллегами из Минкомсвязи России. Также отметим, что аккредитованный удостоверяющий центр должен обладать необходимым финансовым обеспечением, ответственности за убытки, причиненной в случае компрометации или несанкционированного использования ключа электронной подписи, хранение которой он осуществляет по поручению владельца квалифицированных сертификатов. Поскольку в настоящее время формирование правовых основ инфраструктуры удаленной электронной подписи, к сожалению, не завершено, удостоверяющие центры, предоставляющие такие услуги, должны отсутствовать. В первую очередь, организационные основы связаны с необходимостью обеспечения безопасности взаимодействия между компонентами инфраструктуры удаленной электронной подписи. К таким компонентам можно отнести аккредитованный удостоверяющий центр и организационный с ними связанный сервер электронной подписи, обеспечивающий необходимые защищенные взаимодействия с владельцами квалифицированных сертификатов, мобильное приложение клиента и сервер документа оборота, обеспечивающий интеграцию с прикладными функциями бизнес-процессов, основанных на обмене юридически значимыми электронными документами оборота, значимыми электронными документами и предоставляющими инфраструктуру электронного документа оборота. Для реализации данного треугольника необходимо оценить актуальные угрозы. Самая очевидная и самая опасная угроза, по нашему мнению, исходит от внутреннего нарушителя сервера удаленной электронной подписи, например, члена группы администраторов. Поскольку техническими мерами блокировать такого нарушителя практически невозможно, полагаем необходимым дополнительно реализовать комплекс организационных мероприятий, включающих строгую ролевую модель доступа к аппаратным средствам соответствующего сервера и осуществление непрерывной видеорегистрации процесса эксплуатации и регламентного обслуживания. По нашему мнению, класс криптографической защиты таких средств должен быть достаточно высокий. Следующее направление – это целый комплекс угроз, связанных с мобильным приложением владельца сертификата и его мобильным устройством. Это угрозы хищения несанкционированного доступа к устройству, это перехват и кража аутентифицирующей информации персональных данных клиентов, а также аппаратная платформа и операционная система самого мобильного устройства. Также являются источниками угроз. Противостоять таким угрозам, по нашему мнению, можно только используя криптографические методы защиты. А учитывая, что владелец квалифицированного сертификации может оперировать значительными финансовыми активами, класс защиты из КЗИ должен обеспечивать защиту от группового нарушителя, располагающего значительными ресурсами по возможности приобретения им любых средств организации атак, имеющихся в свободном доступе. Еще одним горизонтом актуальных угроз связан с обеспечением достоверности подписываемых электронных данных, их доверенном представлении в мобильном предложении, а также однозначном отображении результатов проверки подписи. Данный горизонт принципиально охватывает все три вершины нашего треугольника. Обо всех угрозах, к сожалению, говорить, наверное, времени не хватит, поэтому я рассказал лишь только об основных. Но еще хотелось бы дополнить, что организация взаимодействия компонентов инфраструктуры удаленной подписи должна осуществляться в двух плоскостях. В первую очередь в процессе регистрации пользователей и в процессе реализации им основных функций, связанных с формированием проверки электронной подписи. Предпочтительным является применение стандартизированного протокола защищенного взаимодействия компонентов инфраструктуры удаленной и квалифицированной электронной подписи. Однако в настоящее время такой протокол отсутствует. Надеемся, что в ближайшее время он будет разработан и стандартизирован на площадке ТК-26. Также отметим, что готовые комплексные решения по организации инфраструктуры удаленной электронной подписи по нашему мнению находятся еще в стадии разработки. Про технические основы. Несмотря на отсутствие требований, лицензиаты ФСБ ведут разработку отдельных компонентов технических средств инфраструктуры удаленной электронной подписи. Осуществляются работы по созданию мобильных приложений, реализующих криптографическую защиту данных в канале, обеспечивающих свойства неотказуемости. Отрабатываются подходы к построению методов доверенного отображения подписываемых и проверяемых электронных документов. Создаются серверные решения по классу КБ-2. Некоторые из этих решений прошли в свою апробацию в ходе экспериментальных работ, проводимых на основании постановления Происса Российской Федерации, а также при создании единой системы идентификации ЕСИА, единой системы идентификации, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг, создание единой информационной системы персональных данных, обеспечивающих обработку сбора и хранения биометрических персональных данных ЕБС. Описание данных технических средств выходит за рамки настоящего выступления, но если посмотреть программу текущего форума, то в ходе конференции разработчики представят свои технические разработки. Однако мы вынуждены отметить, что по объективным причинам комплексные технические решения по построению инфраструктуры удаленной квалифицированной подписи, имеющей положительное заключение, в настоящее время отсутствуют. Учитывая значительные усилия, предпринимаемые Российской Федерацией по развитию ПКИ, можно выразить уверенность, что в результате совместной работы операторов информационных систем, разработчиков, средств электронной подписи, средств удостоверяющего центра, а также регуляторов, в ближайшее время защищенная инфраструктура удаленной квалифицированной электронной подписи будет реализована. Но пока не обеспечена вся совокупность правовых, организационных и технических условий безопасности применения электронной подписи, полагаем, что оказание соответствующих услуг является ненадлежащим исполнением удостоверяющими центрами своих обязанностей. Спасибо за внимание.